итак здравствуйте дорогие друзья сейчас я бы хотел вам рассказать стоит ли вообще начинать играть что в игре есть какие сложности и проблемы вы можете встретить в игре заодно я расскажу как обойти эту ммм машину и ни разу не оказаться лохом представим что я это вы и решил начать играть в конце октября 2019 года мне эта возможность представилась абсолютно бесплатно то есть я вообще ничего не заплачу это важно отложите первую звездочку у себя в голове такая возможность периодически открывается этим не могут похвастаться многие игры вне зависимости от того что было ранее я рекомендую зарегистрировать новый аккаунт на сайте robertspace industries.com в верхнем правом углу кликаем на аккаунт и выпадающим меню выбираем end list now перед нами открывается форма регистрации нового аккаунта вводим логин вводим handle это ингейм никнейм вводим community moniker никнейм для социального модуля а также вводим и подтверждаем пароль то же самое делаем с имейлом выставляем дату рождения важно чтобы по ней вам было полных 18 лет необходимых для игры поле реферал имеется пометка о том что при вводе этого кода новый игрок получает 5000 единиц игровой валюты далее в этом видео вы узнаете почему это очень полезный бонус для тех кто начал играть до официальной формы релизом если такого кода у вас нет то используйте мой скопировать его можно из описания к видео введите проверочный код ознакомьтесь и примите условия лицензионного соглашения вы опционально можете подписаться на рассылку новостей от разработчиков жмем end list now теперь осталось только зайти на свой email и подтвердить аккаунт перейдя по ссылке в полученном письме вновь заходим на сайт и жмем кнопку play now или fly now в открывшемся окне предлагается приобрести пакеты с игрой если у вас уже есть один или это бесплатный пробный период нажмите просто download the game here чтобы перейти далее в этом окне описано ваши готовности залогинились ли вы состояние игрового пакета доступ в игру и кнопка закачки последней версии игры нажмите на нее для того чтобы начать закачку установщиком теперь что касается предварительных технических требований для текущей версии игры по сути нормальным является процессор intel серии а и 5 с частотой от 2 и 8 гигагерц или похожий на него или процессор amd выпуска от 2017-18 года с примерно такой же частотой нижняя планка оперативной памяти 8 гигабайтов и желательно иметь хороший жесткий диск как минимум с 80 гигабайтами свободной памяти да игра весит несколько больше 50 но я всегда рекомендую на четверть больше видеокарта уровня 1050 ti или amd 470 570 серии с 4 гигабайтами на борту теперь касательно того чтобы я рекомендовал сейчас процессоры 2018 года последнего или предпоследнего поколения с частотой от 3 с половиной гигагерц 16 гигабайтов оперативной памяти ssd диск видеокарта уровня 1060 1070 ti или amd 480 580 серии с 8 гигабайтами на борту и что сейчас является лучшим вариантом процессоры с четырьмя или восьми ядрами и частотой от 4 гигагерц nvm e ssd диск опять же 16 и выше гигабайтов оперативной памяти и видеокарты уровнем 1080 ti и выше кроме того официальный сайт игры дает возможность ознакомиться с тем насколько хорошо ваша система совместима с игрой на специальной странице телеметрии если не хотите искать то ссылка в описании к видео устанавливаем клиент и запускаем лаунчер вводим логин и пароль нажимаем сайт и 1 проверяем тип нужного нам сервера лайф лаунчер всегда просит обновление клиента до последней актуальной версии рекомендую использовать в закладке settings функцию verify это при необходимости обновить клиент до последней версии либо скачает его полностью если ранее клиент у вас не был установлен запускаем игру и ждем загрузки главного меню а вот и первый заход пункты меню universe вселенная по тренировочным модулям star marine и арена commander вы можете более детально узнать из моих видео по подсказке или по ссылке в описании там целый плейлист для начинающих must have чтобы быть на голову выше остальных ниже находится настройки и список контактов сейчас же нас интересует вселенная при первом заходе навсегда открывается окно создания персонажа здесь можно миксовать внешку стандартного болванчиком по каждому из элементов лица с другими болванчиками это было обещано вот это и вели теперь обещано более богатая кастомизация ожидаем этого именно по части новой визуальной составляющей частиц волос с этого года доступна еще и женская версия персонажа по завершению кастомизации персонажа нажимаем кнопку accept принять вы попадаете в окно выбора локации обзорные модули ангара сейчас нас не очень интересует выбираем доступную систему например стентон регион можно менять можно оставить разница чувствуется новичкам рекомендую не париться и выбирать бест ну а далее кнопка visit location персонаж просыпается в пределах той локации где вы зачекинились другими словами где вы последний раз совершали легальную посадку скорее всего впервые вы появитесь на станции alisar возле планеты crusader если вы смотрите это в 2019 году значит еще в старой версии станции если в конце первого или второго квартала 2020 года то у нас уже будет великолепный new alisar это я так называю и наверное уже в двадцатом году игроки смогут выбрать где они хотят появиться впервые и списка доступного конечно вся игра сейчас строится вокруг звезды стентон и и четырех планет херстон crusader hardcore и microtech действие игры происходит в двух тысяч девятьсотых годах когда человечество созрело для такой организации как объединенная земная империя и относительно с недавних пор совершает квантовые прыжки и сталкивается с инопланетами разумными и гуманоидными формами жизни так вот объединенная земная империя провела сделку результатом которой стала приватизация всех планет вокруг звезды стентон и они отошли одноименным частным организациям там кроме общих правил империи действует и внутренняя юрисдикция кроме самих планет у них есть луны в среднем это от двух до трех лун кроме лун есть станции отдыха рестопа и они находятся в пространстве между планетами рядом с лунами и планетами имеются спутники находясь в зоне действия которых за вами и действиями всех игроков следит большой брат он штрафует и фиксирует правонарушения забегая наперед скажу что их можно взламывать отключать и оставлять некоторые зоны вообще без наблюдения об этом подробнее в описании к видео и в подсказке на планетах и лунах есть станции разного назначения которые добывают ресурсы выращивают растения химичат и так далее кроме станции есть укрепления которые принято называть базами или бункерами там тоже есть активность связанные с правопорядком и спец заданиями сосредоточение нелегальной деятельности находится внимание на станции расположены на астероиде на орбите луны елой которая в свою очередь находится на орбите планеты крусейдер который в свою очередь является одной из планет вокруг звезды стэнтон и так можно сказать о большинстве точек интереса в этой игре с другой стороны у нас есть квинтэнсенция сил правопорядка на космической станции security post career которая находится на орбите цейлин рядом с планеты крусейдер ее тоже можно взломать и очистить свое имя от порочащих поступков подробнее все там же в описании многослойный богатый и сложный мир это еще одна весомая причина начать играть отложите еще одну звезду в нашу копилку сперва мы зайдем в центр продажи кораблей многие корабли можно купить за игровую валюту которая кстати пока называется альфа уеки даже те корабли которых возможно сейчас нет ни на официальном сайте не даже у продавцов перекупщиков на сером рынке ставьте третью звездочку себя в уме с реализованную возможность покупать игровые корабли далее мы посетим магазин компонентов большинство компонентов корабля можно также докупить заменить или сделать какой-то уникальный билд всю базовую информацию по компонентам я уже рассказал в информативных видео всего там три части их тоже рекомендую пересмотреть и тогда вы уже на два шага будете впереди всех остальных немаловажным элементом является экипировка самого персонажа это космокостюм броня вооружение и утилитарные предметы например к оружию можно докупить компенсатор гаситель пламени глушитель лазерный целеуказатель засвечивающий подствольный фонарь и прицел также есть например мультитул для майнинга и другой ручной работы крипто ключи для электронной авторизации и для взлома медицинские шприцы и баллончики с кислородом пока мы направляемся пешком и на общественном транспорте в сторону космопорта расскажу чем же игроки на данный момент могут заниматься я делю это на три вида занятий во первых общие задания которые доступны всем игрокам или большому сегменту игроков связанные с перевозкой грузов с охотой на бандитов патрулированием поиском цели и подобное имя во вторых коммерческое перемещение грузов майнинг на кораблях ручной майнинг пиратство охрана и все что этого всего касается и в третьих полеты по вселенной с целью изучить локации или получить полезную информацию полеты с целью чему-то научиться путешествие с целью порелаксировать и отдохнуть поснимать видео или скриншоты это космопорт здесь мы ради консоли аренды кораблей к аренде представлен выбор из всех кораблей которые могут вам понадобятся для освоения разного типа геймплея для боевых задач в космосе в атмосфере и на земле для торговли и даже для майнинга именно здесь может начаться игра на пути к покупке уже собственного корабля за игровую валюту и именно здесь те самые 5000 уек игровой валюты выданные за приглашение от друга понадобятся вам больше всего ставим четвертую звездочку себя в уме за аренду кораблей и бонусную систему перейдем консоли вызова кораблей здесь список уже доступных кораблей арендованные корабли имеют счетчик обратного отсчета сопоставимые реальному времени корабли потерянные или неисправные можно восстановить по страховке на период теста страховка бесплатная и на бесконечный срок к моменту полноценного выхода игры страховку надо будет периодически оплачивать игровой валютой к тому же как и в реальной жизни страховка может покрывать как весь корабль стандартном оснащении или с дополнительными компонентами так и вероятнее всего частичную стоимость корабля в любом случае это отдельный геймплей который делает из кораблей настоящую ценность они номинальную болванку после вызова нам показано куда направляться по указателям мы легко можем найти лифты в ангаре а уже находясь в самом лифте отправиться в нужный нам ангар негативным моментом может оказаться то что игра не всегда достаточно стабильно и это может привести к крашу или зависанию клиентов самые неподходящие моменты в игре есть болячки которые могут лечиться как за несколько дней так и месяцами а любое крупное обновление привносит кроме нового и крутого геймплея и еще и вайп кроме того в игре имеются частые или локальные визуальные технические баги многим это не портит конечно впечатление но это уже частный вопрос зависящий только от вас я хочу и далее продолжать расписывать все стороны игры так что ждите продолжения спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайк и обязательно делитесь этим видео miners Nathanamjк то над harvest зн Shar